что-то вы спрашивали вы хотели два вопроса задать а да вы жители российской федерации да и граждане ну да я скажи пожалуйста мне личный вопрос как вы лично считаете как вы считаете граждане республики беларусь оказывает составе российской федерации без понятия никто же не спрашивал насколько мне не меня устраивает ответ такой и второй вопрос как бы как вы считаете лично граждане российской федерации видят беларусь он составит вообще без понятия опросов на эту тему не было не на мне личное мнение вашего телеса все буду это мое личное мнение для того чтобы этот вопрос нужно провести вышли лавров не лавров да а при чем тут лавров вы думаете лавров точно знает но отвечает министром страны еще сказал все хотят он имеет право говорить за всю страну а вы я да а я спрашиваю вашу личную . вы на нее ответили все спасибо а что лавров ответил он сказал что все хотят вопрос пропустил может ничего не отвечал он мог бы ответить но это был призна это был официальный . ну понятное дело да есть люди обреченную властью и чиновник должны обещать за свои слова в идеале ну не все конечно так делают а вы как думаете вот на свои вопросы мы бы как ответили не дай бог не дай бог это же не ответ на вопрос который вы сами задаете не дай бог не дай бог такое здоровье смотрите вопрос звучит так как вы думаете белорусы хотят а вы отвечаете не дай бог да или нет этого ответ нет конечно не конечно не дай боже а кто а кто вас уполномочил за всех белорусов но вы же меня лично спрашиваете ну да так вы за себя и отвечаете тогда я отвечаю за себя вы сказали не дай боже это вы что-то не понимаете наверно я ответил за себя и дай бог вы бы не хотели вот так я бы не хотели ну конечно не а почему конечно что плох плохого мы независимая краина на хрен вы нам нужны от кого вы извините независимы у нас есть свои границы у нас есть свои дайте да договорить вы шашки и перебиваете бровки пардон пардон какие вы независимые без не что такое независимость вообще это есть свои границы для государства она признана мало того беларусь основатель беларуси я основатель даже оон чтобы вы знали у нас есть до югай у нас есть своя валюта из границы из истории есть своя мова и так далее так далее так далее что непонятно хрен надо быть опять покупать а причем это не на причем тут независимости так это есть независимость мы от вас то что мы от вас пока что еще это очень плохо экономически зависим вы говорите на этот поправим экономически да и вот это нужно все общаетесь сегодня или так ну мало ли знаете некоторые с другими целями заходят рулет не чтобы общаться а вы эти ну тут разные люди они мне на работе скучно да я с кем-то поварить время скоротать а потом до утра далеко понятно и какая у вас тема любимая жизнь жизнь думал кто о чем не говорил что обождь ведется куда так что какая тема не начинала все равно следует на политику до до боли отношения политики куда-то куда же без этого добра как надеваться всем ну и когда думка как думаете что у вас там происходит откуда из санкт-петербурга а недалеко от минска ну и как как думать что у вас там рядом со столицей происходят что неужели только в столице движняк конечно по субботам воскресеньям там по улицам променад себе устраивают бездельники что ли а кто считает что это их работа они так думали но последние бабки уже видимо заканчиваются там у поляков свои непонятки в америке свои непонятки поэтому и мне не дает их балбесов так уже на по инерции пытаются но настроение все меньше и меньше охоты выходить потому что первых которых по похватали по получили штрафу таких что бабы не горюй а где деньги высокие штрафы да у вас там за это дело 50 базовый это порядка где-то тысячи где-то около 600 долларов душевненько и что заставит выплатить или можно игнорировать а у нас у нас без баллы что система у нас работает четко и все никто не отменял и что их не выпустят на страны или будут отнимать все пока нет конечно запрет на выезд однозначно запрет на пользу машины и все остальное если нет сам по забираю чаристу интересно жестко у вас там жестко я понял и как вы думаете по делом или все-таки люди имеют право тихо себе что значит имеют право иди и ори сколько тех никто не трогает но когда извините начали разрушать беседки поджигать ларьки разбирать плитку тротуарную это же деньги стоит но нет но это понятно что это не хорошо но а когда они ходили их никто не трогали никому нафиг не упали кому не нужны слушать а вы следите там новости читаете белорусский ваш там более более плотно сколько уже людей погибло к сожалению по крайней мере один я точно знаю один который первый придурок попьяли это непонятно что от чего пойти там совсем непонятно то ли дурка сердечко стукануло а ты стула то ли еще что потому что не имеет каких ни ранений ничего у него не было рядом с ним просто взорвалась и послета шумовая рада еще и у него ступор и подражка хватило все а больше прям вот вы думаете так просто мне рассказывали что людей прямо ты ну и общаешься мне говорят там прям хватают людей вывозят в неизвестном направлении потом ладно найти кому-то в голову быстро не нашли пусть они пример приведут кого не нашли хоть один родитель подал список пропавшего ну покажите мне этот список пропавших без вести не значит что говорят в ю-тубе посмотри в интернете я им тогда всегда отвечаю на заборе тоже написано смотрел даже дров нет понятно верить нельзя да мне просто так вот даже да нет это покажите мне список родителей никто обратился о пропаже ребенка и т.д. и т.п. где эти заявления нигде нет ну может она просто не показывают вы же допускаете послушайте это же не те времена когда извините царь в санкт-петербурге менялся на дальнем востоке только через пять лет узнавали журтарь поменялся это же не те времена сегодня извините при доступе телефона и т.д. и т.п. сегодня секунда и все станет известно это же глупость запугивают просто там тех кто пострадал я в точно кого кого пострадавших сначала изобьют дубинками а потом говорят пойдете жаловаться получите еще больше так запугались больше не выходит 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 там же у вас постоянно гулять и выходит интересно где логика тогда это как это запугали что они до сих пор выходят я понимаю всем запугали это под лавку спрятались деревне уехали еще однако же выходит каждую субботу воскресенье значит логика где что запугали они пытаются запугать кого не нахрен надо если они ничего не безобразничать выходя ли дальше но что от этого изменится шута орешь там вечером ходить а вот когда ты начинаешь камни бросать поджигать там ларьки киоски на остановках это извини дружок это уже это уже не просто хотя это уже начинается вандализм как вот так вот получается что вот вы говорите вандализм а вот другой собеседник мне говорит что у вас фашист вующие полицаи которые людей пинают и так далее как вот у людей государства люди а вы ему сейчас вот как раз больше вот сегодня самый большой марш на варшаву покажите как раз кадр там он не сказал что там все демократично я говорю там же у нас дубинки не демократии поэтому класс у нас демократичные дубинки не демократии а там демократии точно согласен вот я вам честное слово говорю у меня даже где-то записано осталось что вот нифига я бы в америке вот видели как там люди сжигают там полицию там всем это можно никто демократии а сколько там уже трупов в америке даже я не знаю попробуй там в америке полицейского подожди все это сказки для идиотов там варшаве вышли бабы вышли против амбортов что-то там никто не смотрел что баба не баба дубинки вдоль хребта и до свидания посмотрите кадровым вчера позавчера 9 дней сегодня самый большой марш варшаве там демократично значит женщин можно пить за то что борты нельзя делать а можно а у нас нельзя да за то что демократия наоборот отсутствие и понятно а такой атаку я такой если вопрос а то как вы думаете нужна белоруссии независимость что такое понятие независимость но это детский лебед это это словобудия я не знаю бла-бла-бла вот и все где сегодня глобальном мире какая-то страна независима от кому вопрос от марса что-ли здоровье здоровье я я согласен от марса я не зависит от кого-то еще не зависит по границе наука законе что дальше такая независимость бла-бла-бла ты идиотов если кто-то не разбирается не в экономике не в обществе не выканурия какая-то для идиотов просто понятно то есть у вас такое мнение значит а какое тут еще может быть не вы значит маргинал потому что многие хотят независимость вы если они идиоты тупу кай вот от марса я независим вопросов нет от кого он хочет быть независим вопрос от польши от германии от америки от литвы от россии от кого но многие с голой жопой сеть в тазик и сидеть на здоровье на здоровье для этого для этого я предполагаю не нужно ничего просто взять тазик и сесть фамилия мошонку на красной площади пробил гвоздями а потом по франции уехал далее я понял о ком вы говорите это наш художник понимаете он художник он так видит уехал во франции он тоже попытался так видеть сколько три года тюрьмы нормально и главное что все молчат понимаете а будут демократично а тут когда он поджег двери воин сколько было у этих демократов сопливых это он так видит он художник это дтп а что-то там никто не лежал за него дурачку место спец учреждений вот и все слушайте а вот тогда такой вопрос а вот как вы думаете были подтасовки на выборах от президентских у вас возможно где-то и были возможно я допускаю но извините не разрыв 70 процентов подтасован это глупость даже а сколько себе президент накинул даже они сам бегал и накидывал кто-то понятно административный ресурс монет даже 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 они сами которые негласно собрали сведения вот сами там фотографировали и подсчет и так далее даже они подсчитали потом вот то что они сумели собрать это получилось 62 процента однозначно 20 очку он таки себе накинул да значит ему накинули назовем так хрен на него это просто что однозначно он победил тут даже даже дядя не ходил потому что на том фоне которых он допустил извините за кого голосовать был белыми нитками шито музыка но я что буду за эту придурочную голосовать или за кого а если бы допустили бы всех кандидатов победил все равно бы он победил ну ладно там был бабарика там еще кто там такие люди кто такой бабарика вот давай давайте разберем банкир какой-то . . газпром меркбанка ну да ну а теперь вопрос вы много слышали дел чтобы банк выдавал сведения о счетах клиентов ну бывал даже швейцария выдают американцы пригрозили и сказали вы говорите вы даете вы дурака не включать я спрашиваю на вашем уровне в вашем городе много слышали уголовных дел то банковскую тайну раскрывают вот так на раз не ну так то не бывает более а тем более в другого другого представителей другого государства ну так это . . в белоруссии российского газпромбанка ну да а теперь вопрос как это россияне выдали тайну тайну банкерских вкладов следствую белоруссии далее выдели запрос раз почему действительно да не они чё в россии в россии управляющего банка ужин и арестовали 3 миллиона долларов на счету ничего страшного нет я просто конец и доказали через эту дочку отмыто и переведено не чувствую а отмывая нет и вы хотите и вы хотите чтобы я как на украине вот такого же судимого вора поставил себе президента у них один вор был не все-таки все-таки доказывать надо понимаете то есть называть человек сейчас идет следствие часа идет но мы же понимаете экономически мы же сами не одни из самых тяжелых ну да но мы с вами не вчерашний мы же понимаем что любой банкир по-любому замазан каких-то схемах ну банковская схема так банковский бизнес так работает там всегда будут схемы банки для этого существует а потому что вот на мое мнение на мое мнение он либо уже предвидел что там что-то под него что-то какое-то движение идет да и он думал что поскольку он идет президенты и на этой волне проскочит он будет уже не не прикасаем подлежать наказанию да не приказать но он не учел одного что на подходе на фазе кандидатов ты обязан представить всю свою подноготную финансы когда он представил и тут состыковали дружок да к чушь ты сокрыл налоги и т.д. и т.п. как это и все просто он ускорил свою гибель а хотя он проскочит на этой волне вот и все он думал что россияне не выйдут этих сведений просто это не учел не почему не выдают наверняка есть какие-нибудь договора где там белорусская еще раз банковская тайна даже у вас россии и попробуй тело возбудить чтобы получить эти данные это проблема поинтересуйтесь если не проблема я я вот я могу по ну не личному к счастью опыту но сказать что у нас довольно просто выдающих банковской данной организации прямо вот я лично нет но правоохранительные органы по первому запросу выдаются в кругу нет тут нет только санкции прокуратуры нигде у нас тоже самое санкции правоохранительные органы ничего не получит даже налога даже налоговая инспекция имеет право все дни и проверять до честного еще раз говорю нет налоговая половая получает по движению своих счетов все а банковская тайна это совсем другое а что это ничего не налоговая не получит это глупость подождите а банковская тайна иначе бы если так было у вас бы деньги не выводили на кипр но они официально они легального будут еще раз говорю если бы налоговая имела право доступа ко всем счетам вкладов деньги бы не утекали на кипр на дальние вы вы путаете смотрите да нет я просто вам прикину смотрите я работал в этой сфере что у меня я нет я вам просто предложу такой вариант вы говорили что нужно независимость а зачем она вам нужно чтобы что но мы вы проверили год то что 1701 я лишь не пишу да я подожду вы пока ответите зачем да конечно чем белорусам независимых и от кого но зависимость нужно и свобода любому человеку любому государству громкие общие слова да это громкие общее правильность конкретно ну что ну как я могу кроту объяснить что такое солнце что такое свет и не могу это объяснить вы нашли есть есть такое независимость вы нашли 1721 но тоже очень просто я должен найти то что вы хотите они то что есть на самом деле нет вы набирать 1721 россии набрали и сразу первую ссылку читать не что я не хочу я хочу набрать первое упоминание россии и посмотреть что напишет они то что вы хотите услышать вы согласны с этим или нет не согласен а на вопрос по поводу слова россии упоминания вот канал говорит википедии подпиши на вкус и самый лучший источник ну из доступных я думаю что эти данные в принципе надо проверить и по другим источникам потому что вряд ли они будут сильно не совпадают википедии тем более что это официальная точка зрения первое письменное упоминание термина россия греческая россия датирована середине десятого века он встречается в сочинениях византийского императора константина а церемония полупроводной империи в двух его тропатах там греческое название руси и релические записи слова россии ну соответственно это выглядит было впервые употреблено в апреле 24 апреля 1387 года митрополита киприана собственно собственноручно подписавшегося как митрополит и киевский и всея россия так что можно считать что раньше чем 1621 а клиент видимо путает россию русь и российскую империю которую создал скажем так царем а стал императором и типа вот это вот сначала хотя